Всем привет! Вы на канале Технообзор. И сегодня я подготовил для вас топ 7 лучших ТВ-приставок с Алиэкспресс на 2021 год. Xiaomi Mi TV Stick это Android TV-приставка начального уровня для HD и Full HD телевизоров. Она способна вдохнуть вторую жизнь в устаревший телевизор, который не имеет смарт-ТВ функций или существенно их расширить. На Xiaomi Mi TV Stick установлена открытая операционная система Android TV 9, благодаря чему доступны тысячи бесплатных приложений, которые можно установить как с Play Market, так и со сторонних ресурсов. Mi TV Stick поставляется в яркой красочной коробке. В комплекте можно обнаружить пульт управления, кабель microUSB, блок питания и HDMI удлинитель. Давайте поговорим про пульт. Он здесь с минимумом кнопок, похожий на пульт от смарт-телевизоров Samsung. Также здесь есть голосовой ввод через встроенный микрофон. Кнопки крупные, хорошо различимы тактильно и нажимаются с отчетливым кликом. По центру навигационные системные кнопки. Сверху питание и голосовой поиск. Снизу громкость. Также есть кнопки быстрого запуска Netflix и Prime Video. Внешне приставка имеет форму стика. В оформлении корпуса сочетаются глянцевый и матовый пластик. На лицевой стороне красуется крупный логотип Mi. HDMI разъем прикрыт защитным колпачком. На одной из грани microUSB для питания и это в общем-то все. Больше никаких разъемов. Подключение к интернету осуществляется исключительно через Wi-Fi, а установка приложений возможна только из интернета. Система установленная здесь это классическая Android TV 9 в чистом виде. На главном экране расположены ярлыки приложений, последовательность которых можно выбирать. Ниже идут каналы приложений с предлагаемым контентом. Все просто и максимально удобно для использования на телевизоре. Есть также экран со всеми установленными приложениями. Сами приложения можно установить через Google Play. Если взглянуть на технические характеристики, то возникает вопрос, как вообще работает эта приставка. Всего 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт хранилища, из которого пользователю доступно всего 5 гигабайт. Давайте по порядку. Операционная система Android TV намного легче для железа, чем полноценный Android. Здесь вырезано все, что не нужно для приставки и поэтому для ее работы нужно меньше памяти. В бенчмарке показывают, что сама система использует всего 400-500 мегабайт, а остальное отдается под приложения. Ну а так как здесь не используется многозадачность и нам не нужно открывать сразу несколько приложений, то этого объема вполне хватает. С внутренним хранилищем тоже все просто. Игры здесь устанавливать никто не станет. Фильмы качать тоже. А для установки всех приложений этого достаточно. Xiaomi Mi TV Stick это доступная, компактная ТВ приставка начального уровня для просмотра HD и Full HD контента. Для того, чтобы обновить свой старенький телевизор новыми функциями, эта штука то что надо. Компания Xiaomi продолжает развивать свою линейку медиаплееров на базе Android TV. И на шестом месте у нас Xiaomi Mi Box S. Эта модель привлекла мое внимание за счет своего простого и стильного дизайна. Внешний вид это по-прежнему небольшая черная коробочка с корпусом из матового пластика. Однако габариты у Mi Box S стали еще меньше. На полсантиметра в ширину и длину. И приблизительно на 3 миллиметра в высоту. Также чуть изменилась форма корпуса. Теперь он не такой гладкий как Mi Box 3. Верхняя грань стала плоской. А чуть выше середины боковых граней проходит декоративный вырез. Визуально разделяющий корпус на две половины. Все разъемы сосредоточены на задней боковой грани. Тут можно найти разъем питания. Выход HDMI 2.0. Современный совмещенный аудио выход на наушники. И единственный порт USB. Как и в прошлой модели у Xiaomi Mi Box S нет порта Ethernet. Так что подключаться к сети плеер может только через Wi-Fi. Аппаратная часть никак не изменилась. Чипсет не показывает рекорды производительности. Так что для особо сложных игр он явно не подойдет. Да и в принципе кто будет использовать ТВ приставку для игр. Но все же. Для воспроизведения медиа контента его по прежнему вполне достаточно. Mi Box S работает под управлением Android TV 8.1. На главную страницу выводится строка поиска. Лента избранных приложений и ленты каналов. И ленты со списками воспроизведения из установленных сервисов. При первом включении плеер предлагает воспроизвести быструю настройку с помощью смартфона или планшета на Android. Воспроизводить локальный контент Mi Box S может как из сети, так и с USB накопителей. Mi Box S поддерживает HDR видео 4K 60fps. Имеется аппаратная поддержка таких кодеков как VP9, H.265, H.264, VC1. Плеер может декодировать в стерео-аудио дорожки в форматах Dolby Digital и DTS. Mi Box S поддерживает Google Cast. Это позволяет стримить видео и аудиоконтент со смартфона на ТВ. Достаточно установить на него приложение Google Home. После чего можно отправлять на телевизор любой контент из поддерживающих эту функцию приложений. Например, YouTube. WONTER X3 вторая по популярности ТВ-приставка на Алиэкспресс. Которую активно используют в тандеме с популярными моделями бюджетных проекторов. Кстати, обзоры на такие бюджетные проекторы есть на нашем канале. Давайте рассмотрим эту ТВ-приставку поподробнее. Дизайн яркий и запоминающийся. Порты подключения расположились на задней части. На фронтальной же стороне были установлены диоды активности. Красный и синий, сообщающие о готовности приставки к работе. Также на фронтальной стороне имеется небольшой экранчик с синей подсветкой, на который выводится текущее время и функциональные уведомления. В комплект поставки входит сама ТВ-приставка, пульт дистанционного управления, кабель HDMI, блок питания 5 Вт 2 Ампера и инструкция. ТВ-бокс легко подключить к любому современному устройству, будь то телевизор, проектор или монитор. Установка не требует никаких особых условий. Коробочку легко переносить с собой, перемещать с места на место и подключать за пару секунд. При запуске вас встречает OS Android 9.0 с фирменной оболочек для ТВ-приставок WONTER. На главный экран, как всегда, выводится самое необходимое. Иконки наиболее часто используемых сервисов и приложений, панель настройок и подключений. К особенностям главного меню можно отнести возможность быстро очистить оперативную память, а также изменить фон на любой понравившийся из доступных вариантов, либо загрузить и установить собственный. Из основных особенностей и плюсов в WONTER X3 необходимо отметить процессор нового поколения M-Logic S905X3. Трехъядерный процессор довольно шустрый, и по меркам бюджетных ТВ-приставок один из лучших на сегодняшний день. Во всяком случае, для большинства задач, с которыми приходится сталкиваться рядовым ТВ-приставкам, его более чем достаточно. Из минусов пользователи часто отмечают нагрев ТВ-приставки. В стабильном состоянии и при воспроизведении контента температура приставки остается в пределах 50-55 градусов. Но стоит включить какую-нибудь тяжелую игру, как приставка нагревается до 70-75 градусов за 40-50 минут, что в свою очередь приводит к троттлингу и падению производительности. Но процессор здесь действительно неплохой. Для медиа задач отличная ТВ-приставка. Таникс ТХ6С – это обновленная популярная ТВ-приставка с четырехъядерным процессором O-Winner A616 в связке с графическим ядром Mali-G31 на базе iOS Android 10.0. Приставка имеет встроенную антенну для усиления беспроводного сигнала, приличный запас портов для подключения к сторонним устройствам. Комбинация матовых и глянцевых элементов создаёт единый усовершенствованный дизайн. По граням приставки размещены порты подключения, кроме лицевой стороны, в которую встроены часы с зеленоватой подсветкой. В комплекте подставки идёт сам ТВ-бокс, пульт дистанционного управления, блок питания, HDMI-кабель и инструкция. Приставка имеет внушительное в сравнении со своими конкурентами количество портов для подключения, HDMI и целых три USB-порта, один из которых 3.0, что очень удобно при подключении к проектору либо телевизору. Первое, что вы видите при включении приставки, это фирменный для всех приставок Tanix Launcher Alice UX. Лаунчер внешне весьма приятный, чёрные и красные тона задают строгий тон. За счёт обновлённого процессора в тандеме с графическим ядром Mali-G31, детализация и цвета 4К контента, воспроизводимого с внешнего носителя, кажутся действительно лучше. Единственное, что может расстроить, это уровень Wi-Fi соединений. Будьте готовы, что скорость вашего интернета будет порезана в треть. К счастью, у приставки есть порт RG45 для проводного подключения к интернету. Если с воспроизведением 4К с внешнего носителя проблем не возникает, то при воспроизведении из приложения потолок приставки находится на уровне 2К, ну или в крайнем случае 4К 30 фпс. Далее картинка начинает сильно подвисать. Из плюсов можно выделить обновлённый процессор, также первое впечатление, которое даёт огромная антенна. Оно обманчивое, ибо Wi-Fi соединения работают не очень хорошо. Ну и прошивка немного сыровата. Угус X3 Pro работает на 4-ядерном процессоре AM Logik S905 X3. Неплохо выглядит и имеет весьма хорошие отзывы пользователей. Отмечают и хвалят производительность относительно невысокую стоимость и наличие прошивок. ТВ-приставка упакована в очень качественную коробку. Вообще, когда берёшь в руки, нравится. Внутри коробки пластиковая вставка, в которой лежит ТВ-бокс. X3 Pro представляет собой компактный прямоугольник чёрного цвета с элегантной серебристой окантовкой. Отличительная черта его облика находится на передней плоскости, а именно слот для карты памяти, USB-порт и решётка для охлаждения внутренних комплектующих. Все выходы, как вы поняли, находятся спереди, что для кого-то может быть удобнее, а для кого-то и не очень. Разъёмы для подключения девайсов размещены на боковых плоскостях устройства, по соседству с решётками для охлаждения. С правого бока находится разъём для блока питания, SV и AV-порты. С левого бока гаджет подключается к телевизору через HDMI-порт. Антенна расположена в задней части устройства. Она съёмная и при необходимости легко выкручивается. Также на задней части можно найти SPDIF-разъём для подключения звуковой аппаратуры и LAN для выхода в интернет. Goose X3 Pro может похвастаться исключительно высокой производительностью благодаря процессорю IM-Logic S905X3. Именно эта деталь выступает одним из первостепенных аргументов в пользу покупки приставки. Вторым по значимости аргументом выступает графический процессор Mali-G31MP2, продемонстрировавший изумительные результаты работы. Высочайшее качество картинки обеспечивается в том числе и за счёт поддержки HDR+. Просматривать видеоконтент получится во всех современных форматах, в том числе в 4К и в Full HD качестве. Также предусмотрена опция просмотра кинофильмов и фильмов в 3D формате, что уже заслуживает отдельный респект. Фильмы и телепередачи воспроизводятся в онлайн режиме, без буферизации, зависаний и прочих нежелательных задержек. Этого удается достичь благодаря встроенному в девайс двухдиапазонному Wi-Fi. Объёмы и в оперативной, и внутренней памяти являются достаточно стандартными. 4 и 32 гигабайта соответственно. Однако внутреннюю память можно при желании расширить, подключив к устройству дополнительную карту памяти. На устройстве можно хранить объёмные файлы, устанавливать приложения и игры. Тот факт, что ТВ-бокс оснащён операционной системой Android 9.0, позволяет загружать на него самые свежие и технологически требовательные приложения. Для расширения возможностей по использованию системы у Android, который установлен на этой ТВ-приставке, предусмотрены рут-права. Личный от себя огромный плюс я бы дал за её минималистичные размеры. Популярная международная версия ТВ-приставки Xiaomi Mi Box 4S Pro расширяет возможности привычного нам телевидения. Эта новая модель имеет современный дизайн со специальными кнопками, запускающими Netflix и Google Ассистент, а также усовершенствованное качество цифрового звука, не имеющее аналогов в такого рода устройствах. Обновленный минималистичный дизайн, плавные углы, дополненные чёткими гранями, придают корпусу элегантности, превращая приставку из современного девайса ещё и в стильный элемент интерьера. Корпус устройства не имеет лишних деталей. Он изготовлен из пластика, с приятным на ощупь матовым покрытием. Первый раз для использования ТВ-приставки достаточно подключить её через HDMI кабель к телевизору, и после этого сразу же можно использовать. Управлять устройством можно с помощью пульта дистанционного управления, или при помощи любых смартфонов Xiaomi, а также приложением на iOS или Android. Благодаря своей мощности, эта ТВ-приставка имеет очень высокое качество видео. Она поддерживает 4К и HDR. В ней установлен 4-ядерный процессор, который имеет тактовую частоту 2 ГГц. Благодаря этому, обновленный медиаплеер Xiaomi Mi Box 4 S Pro работает в три раза эффективнее и быстрее своего предшественника. Наряду с высокой производительностью нового процессора также предусмотрена функция пассивного охлаждения, за счёт чего устройство может использоваться на протяжении длительного времени, и с температурами будет всё в норме. Мощная и бесперебойная передача данных обеспечена надёжным Wi-Fi подключением. Mi Box 4 S Pro поддерживает подключение Wi-Fi вплоть до 5 ГГц. 4 S Pro оснащён выходом USB 2.0, через который можно просматривать фильмы непосредственно с любого внешнего носителя. В расширенной версии Mi Box вы сможете просматривать каталог кино, телешоу и различных событий мира, которые обновляются ежедневно. И также регулярное обновление системы Mini TV позволяет систематически повышать удобство вашего использования устройством. В общем, Xiaomi сделали опять топ за свои деньги. Mi Cool KM3 это лучшая ТВ-приставка для просмотра медиаконтента на сегодняшний день. Помимо официальной сертификации от Google, пульт приставки поддерживает голосовой поиск. ТВ-приставка поставляется в упаковке из твёрдого картона, со сдержанным, но добротным дизайном. На коробке перечислены основные сервисы Android TV и сделан акцент на то, что приставка имеет сертификат от Google. В комплект поставки входит ТВ-приставка, пульт дистанционного управления, блок питания 5 Вт 2 Ампера, кабель HDMI и инструкцию. Пульт управления похож на пульт ещё одной легендарной приставки, Mi TV Box. Кнопки пульта нажимаются плавно и упруго, с характерным еле слышным щелчком. Микрофон имеет хорошую чувствительность, управление голосом удобно. Голосовые команды воспринимаются приставкой почти всегда с первого раза. Распознаются тоже почти всегда правильно. За счёт формы и размеров, пульт удобно лежит в руке. Его размеры 150 на 40 мм. Вес с двумя батарейками составляет 80 грамма. Устройство поставляется только в чёрном цвете. Корпус приставки изготовлен из пластика. Нижняя часть из металла. Глянцевый пластик обклеен защитными плёнками. После их удаления корпус приставки быстро покрывается отпечатками пальцев. Габариты устройства составляют 108 мм по длине, 109 по ширине и 16,6 мм в высоту. Вес приставки 130 грамм. На левой части ТВ-приставки находятся USB 2.0, USB 3.0 и разъёмы для чтения microSD-карт. Сзади устройства размещены аудио-видео выход AV, LAN, HDMI и гнездо для блока питания. В качестве операционной системы на приставке Mecool KM3 выступает Android TV 9.0. У этой ОС есть как свои плюсы, так и свои минусы. После первого включения необходимо соединить пульт с приставкой. Для этого зажимаем одновременно кнопку OK и качельку громкости вниз. Делать это необходимо на расстоянии 20 см от приставки. В ТВ-боксе Mecool KM3 используется свежая начинка, а именно процессор SOC AMLogic S95X2 Cortex-A53, у которого частота до 1,9 ГГц, а также новый двухъядерный графический ускоритель Mali-G31 MP2. Такие характеристики позволяют запускать абсолютно любые программы и приложения без тормозов быстро и плавно. Про игры мы поговорим отдельно. Скажу лишь то, что тяжёлые 3D тайтлы без тормозов идут на пониженных настройках. Но главные в ТВ-приставке всё же не игры, а медиаприложения, благодаря которым мы можем насладиться просмотром фильмов, а также прослушиванием аудиоконтента. Начинка приставки обеспечивает нам это с большим запасом. Mecool KM3 это многофункциональная и качественная телевизионная приставка на Android от известного производителя. Главной отличительной особенностью ТВ-бокса является голосовой поиск и неплохая производительность. Тяжёлые игры на ней будут тормозить, но это беда почти всех бюджетных боксов. Главная задача подобных устройств это проигрывание медиа-контента. И с этой задачей гаджет справляется на все 10 баллов. Ссылки на все места топа я оставил в описании. Обязательно подпишитесь на наш канал. Это был Технообзор. Всем пока и до следующего обзора.